Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Три года на посту. Итоги работы самарского губернатора. Терроризм не пройдет. Самарская ФСБ пресекла деятельность бандитской группировки вербовавших бойцов в Сирию. Полк гусар летучих. Музейные работники по крупицам собирают историю Пятого Александрийского, который квартировался в Самаре до Октябрьской революции. Жители Самарской области три года назад избрали губернатором Николая Меркушкина. В 2014 году глава региона заручился поддержкой президента Владимира Путина и одержал уверенную победу на выборах, набрав 91,35% или более 1,3 млн голосов. По официальным данным, за прошедшее время Николай Меркушкин привлек из федерального бюджета на развитие региона более 200 млрд рублей. Значительная часть направлена на комплексное обновление дорожной инфраструктуры. Только в 2016 году на ремонт и реконструкцию магистралей выделено почти 23 млрд рублей, из которых 8,5 федеральные средства. В регионе строятся и проектируются многоуровневые развязки и мосты. Фрунзенский в Самаре через Волгу около села Климовка. Впервые за десятилетия появляются новые дороги. Арена 2018 и дальняя. Беспрецедентные суммы выделяются на благоустройство. Так, в 2017 году на эти цели направлено более 2 млрд рублей. При этом по инициативе губернатора к вопросам благоустройства применяется принципиально новый подход. От всех структур власти требуется неформальный подход к формированию комфортной среды. Особую роль в этом процессе играют общественные советы. Более подробный репортаж о работе губернатора Николая Меркушкина мы покажем в 7-часовом выпуске программы события. В Оренбурге стартовал финал юно-армейской окружной военно-спортивной игры «Зарница по Волжье». Открытие соревнований проходило на аэродроме прославленного 117-го отдельного военно-транспортного авиационного полка. Военная игра проходит по инициативе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. В Оренбурге собрались и лучшие спортсмены по Волжье, а не победители школьных, муниципальных и региональных соревнований. Честь Самарской области на «Зарнице» защищает команда Богатовского военно-патриотического клуба «Гвардия». Соперник так слабоватый оказался или вы такие сильные? Да, мы на рамках. Соперник вообще нельзя не даться. Но он тоже сильный. Что самое важное в полосе препятствий? Ну, наверное, скорость. Первый день «Зарницы» по Волжье прошел на полигоне 106-го учебного центра войск ПВО. Юно-армейцы преодолевали полосу препятствий, металлигранаты и сдали зачет по физподготовке. Завершится первый день соревнований в музейно-выставочном комплексе «Салют Победы». Там пройдет молодежный флешмоб «Помним». Подростки выложат слово «Помним» с зажженными свечами на площади комплекса. Вербовщик ИГИЛ, террористической организации, запрещенной в России, скрывался под маской торговцы Кировского рынка. Деятельность подпольной ячейки в Самарской области пресекли сотрудники ФСБ. Выходцы из стран Центрально-Азиатского региона пропагандировали идеи этнического превосходства, радикальные формы ислама, а также призывали к совершению терактов в России. Лидер группировки 26-летний гражданин одной из азиатских стран в России находился незаконно. На своей странице в соцсетях размещал материалы, содержащие призывы к террористической деятельности. Сейчас он задержан. По словам его знакомых, он собирался выходить в Сирию для участия в деятельности, запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ. Задержанный дает признательные показания. Проживавшие с ним знакомые выдворены с территории России за нарушение действующего миграционного законодательства. Вместе можно и даже нужно. Всероссийский проект «Открытая реанимация» уверенно шагает по стране. Во многих больницах можно встретить реанимационное отделение, где присутствие родителей приветствуются учеными. Уже давно доказано, что близкие люди помогают ускорить выздоровление. Как это работает, увидела Марьяна Мирная. Мамины руки как лекарство. Всероссийский проект «Открытая реанимация» набирает популярность во всей стране. Ассоциация анестезиологов-реаниматологов и благотворительные фонды почти 4 года проводят разъяснения для больниц, доказывая, что близкий человек не мешает, а помогает выздоровлению больного. Когда мы где-то рассказываем, что хорошо бы сделать реанимацию открытой, послушайте, ну у нас никаких денег нет, у нас кризис. Вы же понимаете, что были бы финансы, мы бы сделали. Так вот те, кто это сделал, это не я. Это те, кто это сделал и те, кто продолжает это делать. Они утверждают, что на то, чтобы изменить вот эту внутреннюю политику, никакие дополнительные средства не нужны, потому что менять-то нужно вот тут. А это бесплатно. Главная задача проекта «Открытая реанимация» – обеспечить особые условия для совместного пребывания родителей с детьми, которые находятся в тяжелом состоянии. Плюсов у такого подхода много. У женщин раньше появляется молоко, особенно при рождении глубоко недоношенных детей. И психологически гораздо проще справляться с проблемами здоровья вместе. В первой детской городской больнице уже 15 лет практикуют принцип открытой реанимации в отделении новорожденных задолго до выхода федерального закона. Ни для кого не секрет, что для маленьких детей внутрибольничная флора гораздо опаснее, чем материнская флора. И как раз материнская способна вытеснить эту, я бы сказала, злостную, устойчивую к антибиотикам больничную флору. Поэтому мама, добавляя свою флору, в которую, собственно, ребенок роста развивался внутриутробно, в этом является помощником. Организаторы проекта «Открытая реанимация» говорят, пройдет еще немало лет, когда во всех больницах произойдут столь важные и нужные изменения. Но уже многие большие города, в частности Самара, движутся в правильном направлении. Мариана Мирный, Артем Сулайманов, События. А теперь коротко о других событиях дня. Неизвестный в маске ограбил банк на улице Победы в Самаре. Грабитель дважды выстрелил в живот охраннику, после чего потребовал у кассира наличность. Сумма составила 5 миллионов рублей. По словам очевидцев, злоумышленник скрылся с места преступления на серебристой десятке. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Правоохранители разыскивают преступника. В Новокуйбышевске на аллее, расположенной на улице Суворова, мужчина воровал кусты. В июле аллея облагородили, и там появились красивые насаждения. Нетрезвый мужчина, не смущаясь прохожих, в середине дня стал вырвать кусты и складывать их в пакет. Свидетели вызвали полицию, которая буквально через 5 минут его и задержала. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По словам очевидцев, жена задержанного выразила недоумение по поводу его поступка. Сам же он не может объяснить причины своего поведения. Екатерина Пузикова, осужденная за убийство своего мужа-банкира, станет героиней ток-шоу. В следственном изоляторе интервью со вдовой записала съемочная группа одного из федеральных каналов. Напомним, 30-летний Дмитрий Пузиков, занимавший должность заместителя директора Самарского филиала «Россельхозбанка», был отравлен на семейной вечеринке. Главной подозреваемой стала его жена. При этом следствие так и не смогло объяснить, где обвиняемая могла взять яд и почему максимальная его концентрация была выявлена на одежде двоюродного брата погибшего. Пузикову дважды признавали виновной. Сейчас второй приговор находится на обжаловании. Символика чемпионата мира по футболу руками осужденных. В здании управления ФСИН России по Самарской области открылся магазин по продаже товаров, изготовленных за колючей проволокой. Среди них специальная серия сувенирной продукции с символикой предстоящего турнира. Все товары с минимальной наценкой. Кроме сувениров там будут продавать различные настольные игры, предметы домашней утвари, хлебницы, резные кухонные наборы, полотенца и постельные принадлежности, товары для туристов и кованую продукцию. С 16 сентября скоростное судно на подводных крыльях «Восход» перестанет ходить на маршруте «Самара-Ширяева». Это связано с переходом работы самарских судов на осеннее расписание. Изменения коснулись и программы экскурсионной поездки в Ширяево, которая состоится в ближайшую субботу. Отправиться в Ширяево теперь можно будет отречь порта Самары на скоростном маршруте «Самара-Тольятти», а вернуться обратно в 18.45. Вернулся с победой муниципальный детский театр «Задумка» с 6-го международного фестиваля «Созвездие». А сколько наград забрали самарцы в Болгарии, узнала Лариса Шалафаст. Танцы «Малилуи» коллектив Самарского театра «Задумка» покорил требовательные жюри болгарского фестиваля, оставив позади соперников из восьми стран и коллектива из других городов России. Конкуренция была высокая, но артисты «Задумки» смогли справиться с волнением и показать все свое мастерство. Мы обычно просто стоим в круг, кладем руки и все вместе кричим «Задумка». Нам это помогает настроиться. Больше всего, наверное, мы считали нашими самыми главными соперниками из нашей страны несколько коллективов. Мы говорили, что вот, мы боимся, что они поведят нас. И были, конечно, еще сильные коллективы, но их мы не боялись. На международном фестивале «Созвездие в Несебре» Самарская «Задумка» собрала первые места сразу в нескольких номинациях. Помимо современной хореографии, стали лидерами в народных танцах и эстрадных песнях. Победить на престижном международном конкурсе юным артистам помогла не только идеальная техника, но и особый русский характер. Когда это только профессиональная выучка, и за этим не стоит какого-то такого, знаете, вот эмоционального содержимого, когда класс не горит, когда нет вот такого контакта со зрительным залом, харизмы нет у коллектива. Ну, это проходит, да, хорошо, но скучно. Бывает что-то, может быть, даже не так там они ногами сделали, но когда идет вот этот позитив, когда это удовольствие от содеянного, когда идет какая-то вот ниточка контакта с залом, вот это играет, в общем-то, конечно, основную, я думаю, решающую роль. Долго почивать на лаврах юные артисты не будут. Впереди подготовка к большому сольному концерту, который пройдет через месяц в Москве. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Кавалеристы на лошадях в центре современной Самары. Годовщину со дня открытия отметил музей 5-го Александрийского гусарского полка. Старинная военная форма, холодное оружие и оригинальные фотографии. Уникальные экспонаты по крупицам собирали по всему миру. Как связаны Александрийцы с Самарой, расскажет Алина Чемерес. Полк жив, пока есть знамя. Именно с передачи штандарта, выполненного точь-в-точь, как оригинальный, и начинается празднование годовщины музея Александрийских гусар. В лучших военных традициях под звуки оркестра. 5-й Александрийский гусарский полк появился в России в конце 18-го столетия. В начале 20-го квартировал в Самаре. Отсюда кавалеристы и ушли на Первую мировую войну, а потом и в эмиграцию. А их наследие теперь с трудом собирают по всему свету создатели музея. Ритчеш, жетон, который был сделан на столетии полка 1775-1875 года. Уникальных экспонатов здесь немало. Оригинальные погоны, оружие, военная форма, подлинные документы и фотографии. В день полкового праздника для всех желающих проводят экскурсию. Гусар в натуральную величину. Именно так и выглядел рядовой Александрийского полка. Кавалеристов отличал цвет формы. За это их и прозвали черными гусарами. Головной убор украшен султаном, доломан, как вение в моде, надет на одно плечо, наперевес оружие. А в этих сумках гусары перевозили документы. Своё другое прозвище «бессмертные» гусары получили во время войны с Наполеоном, когда после боя, облепленных грязью бойцов, командир спутал с прусскими гусарами смерти. Их обмундирование вскоре и стало образцом для формы александрийцев. На полковом празднике и потомке славных кавалеристов офицер-подводник Сергей Батюшков, внучатый племянник Константина Батюшкова, на торжество специально прибыл из Москвы. Говорит, только благодаря создателям Самарского музея узнал о подвиге своего героического предка. Он отбил артиллерию полка, не дал её захватить. Артиллерия, как мы понимаем с вами, это немало, это важно. Защитил их, отбил и они смогли отойти. Наседала большая воинская часть немцев, силы были неравные. Именно в этом полку служило огромнейшее количество, прежде всего, знаменитых людей. И второй момент, то, что практически все офицеры служили родными братьями. Это касается и Батюшковых, и Карымзина, и ХДБД, и Рава, и куча-куча фамилий. Сквозь призму истории одного полка создатели музея планируют знакомить жителей с событиями Первой мировой войны в целом. К сожалению, Великая война, та, которая была Первой мировой война, она немножко с нашей памяти стёрта. Гораздо меньше знаков её, гораздо меньше людей мы помним, героев её войны. Так вот, таким образом мы пробуждаем интерес. Люди, увидев Александрийского гусара, им станет интересно, что же такое было. Мы открываем это для наших граждан, в первую очередь для молодёжи. Нам нельзя терять поколение, оно должно быть воспитано на славных традициях наших предков, которые защищали нашу Родину. Музей не единственный способ сохранить в Самаре память об александрийцах. К следующему полковому празднику в городе планируется установить мемориал, посвящённый гусарам. Деньги на него уже собрали, силами меценатов и жителей. Появится он рядом с Домом офицеров. Прообразом александрийца, ведущего за собой коня, станет Константин Батюшков. Алина Чемер, Дмитрий Мешканцов, События. А вот о чём мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Новые фасады по новым технологиям. Около тысячи домов в этом году отремонтируют в Самарской области по программе капитального ремонта. Футболки вместо мантии. Судьи по Волжье впервые вышли на футбольное поле разыграть спортивные награды. Положить на обе лопатки. На мемориал Потапову под Зюдо приехала молодёжка ПФО. На этом наш выпуск завершён. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 14 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова